Добрый вечер! Догадаться, что сегодня 1 сентября, можно было не заглядывая в календари, уницы заполнили малышей и ребята постарше, нарядные, красивые, позволнованные. И даже у тех, кто закончил школу давным-давно, все равно было ощущение праздника книг, цветов, друзей, улыбок, света. Двери учебных заведений вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году. И, конечно, это будет основной из главных тем новостей Таллина, выпуск которых я, Екатерина Плехова, начинаю, чтобы рассказать вам по всем важным, что произошло в городе за этот день. Сегодня в редакции не было дискуссии о том, с чего именно начать сегодняшний выпуск. Дата говорит сама за себя. И наши корреспонденты отправились в разные школы города, чтобы посмотреть на торжественный старт учебного года, главной особенностью которого стало то, что впервые за последние годы все прошло открыто. И для детей, и для родителей. И не так печально, как во времена пандемии. В том, что это был настоящий праздник, убедились Лина Туровская и Вадим Малышкин. 1 сентября всегда остается праздником, несмотря ни на что. На фоне постоянных тревожных новостей о нехватке учителей, недостаточном качестве преподавания государственного языка, не говоря уже о дистанционке, которая измучила всех за последние два года, День знаний прошел замечательно. Сегодня на торжественной линейке в гимназии Пая, как и много лет подряд, было множество первоклассников, старшеклассников, их родителей и учителей. Школьный праздник, как и полагается, прошел дисциплинированно, но при этом шумно и весело. Пожелал хорошего нового учебного года всем и мэр столицы Михаил Кылвард. Я уверен, что этот путь, начинающийся 1 сентября, очень зависит от сегодняшнего дня. Мы сегодня можем набраться позитивной энергии, радости, и пусть этой радости хватит на весь год. Конечно, будет нелегко, будет непросто. Давайте поставим перед собой большие цели, будем мечтать о высоком и достигать. И у нас все получится с праздником. 1 сентября праздник и для учеников, и для педагогов. А вот что означает этот день для директора школы? Изабелла Рейцар, директор Паяской гимназии, считает, что каждый новый учебный год и для директора тоже начало отрезка новой жизни. Ведь приходят новые ученики, и все опять повторяется заново. Каждый день приносит что-то новое в нашу жизнь, потому что в школе не бывает никакого застоя, никакой рутины. Даже на уроках каждый день что-то новое. Мы познаем что-то новое, что-то открываем. У нас масса интересных мероприятий, проектов, как с маленькими, так и с большими учениками. И я точно так же расту и развиваюсь вместе с детьми. А еще хочется присоединиться к пожеланиям в адрес всех учеников от директора Паяской гимназии. Силы здоровья первоклассникам успешно привыкнуть к новой школьной жизни и школьной системе, а взрослым ребятам сделать правильный выбор и твердо идти к намеченной цели. Лентаровская, Март Эйнло, Новости Талина. Наверное, только с годами понимаешь, что школьная пора – это один из лучших отрезков жизни. Радует то, что для сотен первоклашек именно сегодня только начинается это чудесное время. И к удивлению синоптиков, которые прогнозировали сегодня дождь и в целом пасмурную погоду, первый день нового учебного года начался солнечно. Но это та ошибка, которая порадовала абсолютно всех – и родителей, и детей, и педагогов. Но не только погода преподнесла приятный сюрприз и позволила состояться торжественным линейкам на улице. Конечно же, образовательные учреждения следили и за ситуацией с ковидом. И, к счастью, получили сообщение о том, что в стране объявлен самый низкий зеленый уровень риска. Что и позволило провести праздничные линейки для школьников в самом, что называется, традиционном, а значит, праздничном формате. Вернулись дети, опять же, прозвенел первый звонок. Учителя смогут приступить к работе. Именно с детьми. Потому что, когда в школе нет детей, и мы помним время короны, то, конечно же, очень было грустно. Но сейчас очень радостно слышать детей. Они вернулись, они общаются. И детей очень много. В этом году в нашей школе будет учиться 1470 учащихся. В последнее время в СМИ не утихают разговоры о достаточно жестком решении правительства о переводе всех школ на государственный язык обучения. Конечно же, это наложило отпечаток на преподавательский состав. Однако, несмотря ни на что, настрой у наших учителей, по крайней мере, сегодня очень позитивный. Мы оптимисты, поэтому мы преодолеем все эти сложности, которые на нашем пути встречаются. Да, есть непонятные ситуации, которые нужно решать, которые вызывают, может быть, какие-то такие дополнительные эмоции. Но, тем не менее, справимся. Конечно же, особенным стал сегодняшний день для первоклашек и их родителей. Родители волновались, улыбались и старались сделать красивые фотографии и видео с первой в жизни линейки мальчишек и девчонок. Очень волнительно, тревожно за то, чтобы у ребенка все получилось. То есть, хочется, чтобы учеба была для него не какой-то страшной рутиной, а все-таки он извлекал что-то веселое, оттуда полезное, познавательное. Стоит отметить, что некоторые первоклашки, несмотря на праздничную атмосферу, достаточно серьезно подошли к такому важному в жизни дню. А что для тебя школа? Учеба. А еще? Много новых друзей. Белые банты у девочек, гладиолусы, первый звонок. Все же приятно, что некоторые традиции проходят сквозь десятилетия, и никакой ветер перемен не может им помешать. Как говорится, в добрый путь, дорогие наши ученики. Вадим Алышкин, Андрис Лайго, новости Таллина. И у мэра столицы Михаила Клеворта день сегодня тоже начался в школах. У мэра была возможность и поздравить ребят, и учителей, и посмотреть, насколько школа готова к учебному году. Ну а мы пригласили Михаила Клеворта к нам в студию, чтобы он поделился своими ощущениями от этого первого дня. Добрый вечер. Здравствуйте. Михаил, сегодня вы начали свой день, как когда-то по традиции, отправившись в школу и гимназии. Готовы ли наши учебные заведения? Действительно, я тот счастливый человек, у которого была возможность в течение дня посетить различные школы столицы и собрать везде очень много позитивных эмоций. Мы школы проверяем все-таки не 1 сентября, а в течение лета. И школы проделают большую работу, чтобы, что называется, во все оружие подойти к началу учебного года. Мне кажется, это получилось, и хочется смотреть с оптимизмом в будущее. Тем более, что действительно в этот раз ребята наконец-таки смогли не дистанционно, а реально отправиться на линейку 1 сентября, подарить гладиолусы и, в общем-то, тоже поделиться своей радостью. Да, и многие школы встречают своих учеников обновленными и, более того, отремонтированными. И, наверное, это одна из основных задач города, действительно, предоставлять ребятам необходимые условия для получения образования, как в школах, так и в школах внеклассного обучения. Но у нас есть и нерадостная статистика, потому что 60% учителей подумывают сменить род деятельности. 92% попросту выгорели, а русские педагоги сейчас находятся вообще в такой очень нестандартной ситуации, когда переход на госязык, еще и постоянные проверки. Все это, конечно же, давит. Конечно, не хотелось бы в праздничный день говорить о буднях, но ничего не поделаешь, завтра уже начнется повседневная жизнь. И очень жаль, что вместо того, чтобы поддерживать наших учителей, признавать то, что за многие годы было очень много не сделанного, теперь государство собирается наказывать местное самоуправление, наказывать учителей и перекладывать именно на них ответственность за то, что, к сожалению, не продумали и не сделали за последние 30 лет. Учителя действительно не получили должного внимания, и мы не подготовили достаточного количества учителей. Это следует признать. И теперь играть мускулами перед учителями как минимум безответственно. Но ничего не поделаешь, мы и раньше сталкивались с такими ситуациями. Будем стараться помогать и поддерживать наших учителей. И все-таки сегодня праздник. Может быть, вы бы хотели что-то пожелать тем же учителям, конечно же, ребятам, родителям. Кто-то сегодня идет первый раз, кто-то последний раз в школу, кто-то просто продолжает обучение. Как показывает жизненная практика, даже если ты сам закончил школу, ты обязательно вернешься туда со своими детьми, а потом и с внуками. Поэтому, наверное, это процесс бесконечный, и слава богу. Сегодня особенный день, и несмотря на все внешние обстоятельства, на все новости, которые нас окружают, давайте попробуем зарядиться этой замечательной радостной энергией, которую приносит этот день. Ну, если не на весь учебный год, то хотя бы на большую его часть. А этой энергии всегда будет много, если мы сможем друг друга поддерживать, даже сложные минуты. Поэтому для всех замечательного первого учебного дня, ну и всего учебного года. Спасибо вам большое. В 57 общееобразовательных муниципальных школ Таллина в новом учебном году за парты сядут 48 589 учеников. Из них почти 4000 первоклассников. Пожелаем же нашим ребятам успехов, учителям терпения и того, чтобы пресловутая выгорания их не коснулась. С первого всех сентября мы переходим к другой теме, которая тоже связана со школой. Помимо традиционных территорий, а масты добро пожаловать, в этой школе в столице звучали еще и слова ласка вопросам. И это не случайно. С сентября на базе Танисмайской государственной гимназии в Таллине начала свою работу школа свободы, которая приняла под свое крыло украинских детей из семей военных беженцев. На открытии учебного заведения, о котором год назад еще никто и помыслить не мог, побывал Сергей Евченков. Никто не может сейчас предсказать, когда закончатся военные действия на территории Украины. А между тем, дети беженцев нуждаются в продолжении учебного процесса. В школе свободы в этом учебном году будут получать образование 560 детей. Из них 320 в основной школе и 240 в гимназической ступени. В каждом классе по 20-22 ученика. В основной школе у каждого класса по два классных руководителя. Один родом из Украины, другой педагог из Эстонии. Мы готовы. У нас 73 человека в команде. Конечно, до сих пор мы испытываем трудности с некоторыми специалистами. Например, учителя эстонского языка, как второго языка. У нас в школе 560 учеников, 27 классных комплектов. И это значит, что нам нужно очень много учителей эстонского языка. Так как эстонский язык у ребят 5 раз в неделю. Учебная работа в школе свободы начнется по методу языкового погружения. 60% занятий будет идти на эстонском языке, 40% на украинском. На эстонском языке занятия будут вестись по государственному языку, обществоведению, человековедению, технологии, музыке, физкультуре и искусству. Уроки физики, химии, природоведения будут вестись на украинском. В свою очередь занятия по математике, литературе, истории, географии и биологии запланировано проводить параллельно на эстонском и украинском языках. В школе не делают разницы на тех, кто хотел бы остаться в Эстонии или вернуться обратно на родину. Основная цель учебного заведения заключается в предоставлении ребятам возможности развиваться и учиться, пока не находятся на территории нашей страны. Есть те дети, там молодежь, которые уже говорят о том, что они хотели бы продолжить здесь образование и поступать в университет. Это значит, что наша задача является сделать так, чтобы они смогли это обучение на эстонском языке продолжить и чтобы они знали, какой есть в Эстонии выбор. Понятное дело, что и украинским учителям нужно будет полностью погрузиться и адаптироваться к той образовательной программе, которая работает в Эстонии. В любом случае, первый шаг уже сделан. Сергей Овченков, Андрес Лайгу, Йозеп Кинг. Новости Таллина. Правительство на своей пресс-конференции тоже поздравило всех. С началом учебного года вот только остальные новости были не столь радужными. Глава внешнеполитического ведомства отчитался о максимальном закрытии въезда для россиян. Выяснилось, что у членов коалиции разные взгляды на некоторые аспекты выдачи детских пособий. Зима обещает быть нелегкой. А с вырубкой лесов нужно наводить порядок. Все эти непростые политические новости выслушал Михаил Вадиславлев. Безшкольной темы, конечно, не обошлось. Глава МИДа сообщил, что общался с коллегой в Украине и с печали узнал, что у многих ребят первый урок сегодня на тему, как быстро спуститься в бомбоубежище. Кстати, сегодня первая леди Украины Елена Зеленская, обратившаяся по видеосвязи к ученикам украинской школы в Таллине, поблагодарила Эстонию за то, что созданы все условия для качественной и интересной учебы, что даст свободу и поможет открыть мир. Но вот для жителей нашего восточного соседа в связи с продолжающейся войной мир станет куда более закрытым. Главный разговор на правительстве шел о завершившейся неофициальной встрече министров иностранных дел стран ЕС в Чехии, где центрально был вопрос о новом пакете санкций против России, которые могут включать запрет на выдачу туристических виз гражданам России и аннулирование уже выданных шенгенских. В Европе на этот счет есть разные мнения. В одном лагере представители приграничных государств, которые делают упор теперь на проблему безопасности. Всего в ЕС действует для россиян 12 миллионов шенгенских виз. Как отметил министр Урмас Рейнселл с момента начала войны в Украине, границу шенгенской зоны пересекли 1,1 миллиона россиян, причем в Эстонии 300 тысяч. Схожая проблема и Финляндии. На пограничные страны ложится основная нагрузка, которая в любой момент может возрасти. Страны нашего региона, прежде всего страны Балтии и Польши, анализируют ситуацию и ее развитие в ближайшем будущем. Возможно, они придут в будущем к общему пониманию, чтобы за некоторыми ограничениями запретить въезд на территорию своих стран граждан России. Вне зависимости от того, выданы ли визы для них в Эстонии или в другой из четырех стран, или даже в других странах ЕС. Пока такого юридического решения не принято, но надо честно признаться, что оно может быть принято в течение нескольких недель. В итоге министры достигли соглашения о том, что ЕС приостановит договор о льготном визовом обмене с Россией в полном объеме. Это означает, что стоимость виз перестанет быть льготной, а ходатайства будут рассматриваться тщательнее. Сам министр счел такое решение лишь первым шагом. Если еще недавно к визовому запрету для россиян европейские политики относились настороженно, то теперь прислушиваются к доводам политиков Сан-Балтии и Польши. ЕС также не будет рассматривать паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины, в качестве проездного документа. В России зарубежные паспорта есть у 30% ее жителей. Это прежде всего элиты Москвы и Санкт-Петербурга. Они могут влиять на решения Кремля. Если они недовольны тем, что Россия делает, и последствиями этих действий на свою жизнь, то они должны оказывать давление, чтобы Россия войну прекратила. Цель всех наших санкций в том, чтобы война закончилась, а Россия вернула свои границы. Для этого мы должны использовать все средства, которые у нас есть. Возможно, искать приемлемые общеевропейские решения придется на саммите ЕС с участием глав государств. Пока ЖК «Акалос» предлагает найти региональное решение. На пражской встрече министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши приняли совместное заявление. В нем говорится, что пока не найдено решение на уровне ЕС, четыре страны, граничащие с Россией и Белоруссией, взвесят ограничения въезда граждан России на свои территории, чтобы разрешить проблемы с безопасностью. В правительстве Эстонии полагают, что юридические основания для такого шага есть. А европейские партнеры воспримут эту временную меру с пониманием. Михаил Елисалев-Мартейнло, Новости Таллина. В ситуации, когда цены на электроэнергию бьют все возможные и невозможные рекорды, а также рекордного роста цены на газ, который уже сегодня стоит вместо полутора евро-два евро шестьдесят пять центов, а еще через месяц более четырех евро, и в свете всего этого Таллинн идет в ногу с веком и упрощает процедуру установки солнечных панелей на крыше домов. И не только в частных домах. Еще ранее в этом году городом были приняты решения о субсидировании квартирных товарищей, которые решатся на установку панелей. Может ли это привести к очередному буму на солнечные панели, выяснял Илья Бань. Департамент городского планирования в кратчайшие сроки упростил свод технических требований по установке солнечных панелей в Таллине. Нужно понимать, что панели могут быть установлены не на каждый столичный дом. При принятии решения город исходит из местоположения дома и технических возможностей крыши. Учитывается и положение по отношению к солнцу. Это очень важно. Даллин уже начал реализацию программы, по которой на все муниципальные здания столицы будут установлены панели для выработки солнечной энергии. Совместно с Департаментом городского имущества мы хотим добиться главной цели – хотя бы частично обеспечить потребление городских учреждений более сберегающим и зеленым видом энергии. К тому же в перспективе это сэкономит средства городского бюджета. Ясно, что солнечные панели не должны портить облик дома и улицы, особенно это касается районов исторической застройки. За этим в Таллине следят строго. К тому же город поможет подобрать дизайн солнечных панелей, который вписывался бы в общую концепцию дома и вписался бы в саму конструкцию крыши. Такое тоже возможно. Таллин высказался против площадок с солнечными батареями. Здесь имеется риск изменения облика столицы. Ну и главный вопрос – зачем? Иными словами, сколько электричества дают солнечные панели? В среднем 25 кВт-часов при установке на частный дом и до 50 кВт-часов, если мы говорим о типовом многоквартирном доме. Это хороший вариант для снижения коммунальных расходов. По оценкам специалистов, срок окупаемости таких мини-парков на крышах домов от 8 до 15 лет, с учетом всех расходов, в том числе на подключение и получение всех необходимых разрешений. Если же цены на электричество не упадут до прежнего уровня, то срок окупаемости может сократиться до 3-4 лет. А срок службы таких панелей не меньше 25 лет. Поэтому на рынке установки солнечных панелей сейчас настоящий ажиотаж. На данный момент больше обращаются все-таки владельцы частных домов. Но есть и квартирные товарищества. И это логично. Ведь в этом случае все несколько сложнее, и решение принимается всеми жильцами, а не одним-двумя хозяевами дома. Но с учетом того, что есть отдельные меры поддержки от города и Кредекс, квартирных товарищей для разработки проекта и дальнейших действий обращаться будет все больше. На сайте Таллина все инструкции от столичного департамента городского планирования, в том числе и возможность подать заявку на соответствующее пособие. Лучше всего для установки солнечных панелей подходят многоэтажные дома, чтобы отсутствовал риск тени от растущих рядом деревьев. И главное, должна быть возможность установить панели в южную сторону. Только так можно добиться максимального эффекта. Ну а далее уже за правлением товарищества вместе с фирмой по установке подсчеты и проект. А за жильцами принятие решения за или против энергии будущего. Что касается частных домов, то здесь все еще проще. Илья Бань, Март Эйнлоу, новости Таллина. В столичном районе Пахья-Таллин накануне была открыта первая в городе общественная мастерская. Теперь все желающие могут туда принести сломанные вещи. И отремонтировать их под присмотром специалиста. Создание мастерской поддержал Таллин и Центр инвестиций в окружающую среду. По сути дела, это и есть столь популярная во всем мире и дошедшая, наконец, до нас, программа экономики с многооборотным использованием продукции. Тему продолжит Сергей Вченков. Общественный центр по адресу Копли, 93, расширяется все сильнее и сильнее. Здесь уже есть, например, грядки, здесь есть улья, здесь есть даже специальные рецепты, подаренные от жителей Пахья-Таллина. Теперь же здесь открылась первая в столице общественная мастерская. Помещение, использовавшееся раньше как гараж, было оборудовано в мастерскую, которая открыла накануне двери для всех желающих. Мастерская оснащена базовыми столярными инструментами, которые позволяют пришедшим починить какую-либо сломанную вещь, как, например, мебель или что-то в этом роде. Ведь зачастую получается так, что сломанный предмет очень дорого, как память, и выбрасывать его жалко. Но дома необходимых для его починки инструментов нет. А покупать отдельно для него, скажем, болгарку или токарный станок, или установить верстак, понятное дело, очень дорого. И в такие моменты как раз на помощь приходит общественная мастерская, где под руководством специалиста эту вещь можно починить своими руками. Причем бесплатно. Да и жена не будет тебя пилить за то, что ты толком ничего по дому не умеешь. Впрочем, и мастеровитым дамам вход тоже не закрыт. Мы здесь в основном ориентированы на работу по дереву. Но сейчас мы ищем учителей или специалистов, кто хотели бы обучить, как работать с камнем, металлом. У нас уже есть предложения от людей в обучении ремонта техники или механики. Нужно понимать, что здесь предоставят необходимые инструменты и советы, как сделать или починить ту или иную вещь, но это не означает, что ее будут ремонтировать непосредственно за вас. Ваши руки, ваши идеи – вот что приветствуется, когда вы посетите эту мастерскую. Здесь есть разнообразные инструменты, чтобы можно было бы починить какую-то вещь. Например, сломанный табурет. И не надо будет покупать новый. Просто приноси свои материалы и ремонтируй. Так что я считаю, что это суперидея – открыть такую мастерскую. Как только мы опубликовали новость об открытии мастерской, то уже к вечеру того дня наша страничка в социальной сети Facebook была практически забита желающими посетить мастерскую и отремонтировать какие-либо вещи. Стоимость строительных работ составила 137 638 евро. Сама по себе мастерская – это то место, где развиваются новые идеи по использованию ресурсов. Для всех желающих она открыта каждую среду с 12 до 21 часа. Также можно договориться о посещении мастерской с коллективом предприятия или учениками школы и детского сада. Для посещения мастерской желательно зарегистрироваться на страничке в социальной сети Facebook, адрес которой вы сейчас видите на экране. Сергей Овченков, Петер Юльвайн. Новости Таллина. С утра мы приготовили плащи и куртки. Помню о том, что синоптики пугали нас сегодня дождями. Спасатели даже давали советы, как вести себя во время грозы. Пока это не сбылось, и никто, похоже, не расстроился. А вот что нас ждет завтра и в выходные, с которыми у многих связаны большие надежды, сейчас узнаем. Предстоящей ночью будет переменная облачность, пойдет дождь. Ветер северный, 5-9, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха плюс 6, плюс 8 градусов. Завтра днем ожидается переменная облачность, возможны дожди. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 14 градусов тепла. Ныщно-субботу будет погода с переменной облачностью, возможны дожди. Ветер северо-западный, северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха от 3 до 6 градусов тепла. В субботу днем ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-9 метров в секунду, температура воздуха 13-14 градусов тепла. В воскресенье ночью будет в основном ясная и сухая погода. Ветер северных направлений 5-9 метров в секунду, температура воздуха плюс 5-8 градусов. Днем воскресенье переменная облачность, возможен дождь. Северо-восточный северный ветер от 5 до 9 порывами до 12 метров в секунду, температура воздуха от 12 до 14 градусов тепла. И это все на сегодня. И поздравив еще раз всех с началом нового учебного года, мы завершаем выпуск новостей Таллина. Я, Екатерина Плехова, с вами встречусь завтра, чтобы, как всегда, рассказать и о событиях предстоящей пятницы, и дать совет о том, как можно будет провести выходные. А на сегодня всего вам доброго и до встречи.